Русская Православная Церковь чтит память апостола Андрея Первозванного, который издавна считается покровителем и защитником нашей страны. Именно святому Андрею Первозванному в первую очередь молятся о защите нашего Отечества. Неслучайно в этот день храм Рождества Христова посетили жены и матери военнослужащих, участников специальной военной операции. В храме состоялся молебен. Мы помолились о приближении победы, о спасении тех, кто ценой своей жизни защищает свое Отечество, свои семьи, русский мир. Тебе, Господу, Спасителю нашему, о ежеприятию молитвы нас недостойных рабов Твоих, в сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обушедшему в дошаю грози, и о ежи, явите спасение Твоей рценсе, Господи, услыши и помилуй. В зале духовных бесед гостей поприветствовали учащиеся русской православной школы. Дети воспитываются в духе патриотизма, помогают фронту. Ребята также молятся о войнах, собирают письма, подарки, организовывают помощь, помогают при храме плести сети. К присутствующим женам и матерям обратился офицер, участник боевых действий Алексей Иванович Горбенко, руководитель департамента по делам казачества и военным вопросам. Господь и сохраняет Россию православную, потому что в ней рожденные мужчины в одном кулаке сжатом, идут в одном ряду защищать ее традиции. И сегодня мы рядом, мы все вместе в великой, могучей России останавливаем это грехопадение, которое идет от тех, кто всю жизнь, веками покушался на святую Русь. Настоятель храма отец Александр обратился к семьям военных со словами напутствия. Недавно мы праздновали день иконы Божьей Матери, вы знаете, знамение. Это праздник, который объединяет всю Русь вокруг очень важного события, о котором нельзя умолчать сегодня. Новгородцы в начале 12-го столетия, которые не только узнали, но и поняли, что им грозит военная угроза со стороны Владимира Суздальцев, они что стали делать? Что стали делать новгородцы? Они все собрались в храмах Божьих. Храмы были переполнены молящимися. Все люди собрались в Божьих храмах, усердно молили Божьей Матери. Вы должны быть примером того, что во время войны, военных событий, как новгородцы, как всегда люди, они стремились к Богу, потому что, Господи, солдатики там не защитят. Маму будешь звать, мама не приедет. Господи, сохрани, Пресвятая Богородица, покрой моего сыночка. Эти молитвы теплые должны возноситься к небу, вы знаете, из каждого храма. А у нас? А у нас не так много прибавилось людей. Война началась, и здесь жены, и матери. А где они в храмах Божьих? Батюшка призвал чаще посещать храм, чаще молиться, и особенно в дни рождественского поста задуматься о спасении души. Я хочу вас пригласить. Придете или приедете домой, обязательно поисповедайтесь. К Рождеству Христову приготовьте вертеп своего сердца, то есть вот к пещеру своей души, исповедуйте свои грехи. Ведь у каждого из нас их очень много. И, конечно, приступить к Таинству Святого Причащения. Вы будете с Богом тогда, когда будете причащаться Святых Христовых Таин. В завершении встречи каждый получил Святое Евангелие и памятные подарки. Пожелаем семьям военных помощи Божией и крепости сил. И будем молить Бога о скорейшем прекращении этих испытаний для всех нас. Христос посреди нас есть и будет. Субтитры создавал DimaTorzok